всем доброго времени суток меня зовут надежда я рад приветствовать вас с вами начинаем новый влог сейчас ходили с дочкой по обновленным магазинам хочу опять пожелаться да наверное скажите надоело с вами не съем но не ною наверное просто консультация факта ходили по обновленным магазинам в поисках осенней межсезонной обуви в плане сапожек я понимаю что еще рано еще 80 но тем не менее осень она приходит очень-очень быстро решили сделать вылазку по городу для нас это особо проблематично обуви 35 размер у меня 36 иногда покупаю 37 чтобы одеться по мясу в общем обошли полгорода речью такого не нашли то что нравится какая-то зашкварная цена 300 400 рублей белорусских имеется ввиду то что подходит из более бюджетного вообще баба надо надеюсь как ни странно давно сюда не заглядывала обычно хотела поснимать всегда вызываясь продавцам и менталитет продавцов понять можно да камера у нашего магазина только нету хоза следа как это в другой раз напрягает то есть в магазинах я снимать не могу с удовольствием его поснимала и показала что вот это хождение продавцов капитана просто 10 вырубает может быть когда-нибудь оснылись не берусь наглость может быть когда-нибудь меня накроет на пока вот не могу делать вот эту вот терпись как две переступицы немножко светит солнце прямо глазам поэтому немножечко выщуется наверное в общем что купили взяли дочки две пары ботинок одни пару полу ботиночки вторые ботинками повыше я взяла себе полу сапожки и одни на как заказала на сайте у них не готовишь доставкой на магазин их наличие не вот что мне понравилось еще что можно на магазин сделать заказ с сайта вот я себе сделала заказ сапожек уже когда они приедут на магазин я их выкуплю намерю заказала два размера не знаю в какой попаду сказал 36 37 но уже намерю и покажу вам что мы с дочкой взяли взяли две пары ботинок ей и две получается мне уже потом мы поговорим что взяли и приду домой возможно приключусь покажу вам само предложение и сайт возможно вам тоже пригодится потому что с нашими маленькими размерами с дочкиным с моим ну это реальная проблема подобрать что-то ну а сейчас я уже пойду у нас время здесь часы с башни там сзади меня надеюсь видно не видно время показывает уже почти четыре сейчас записано к стоматологии стоматологию центр в платный стомарус у нас город здесь недалеко нахожусь в центре города они свое время испугали практически весь год сейчас полчаса доставить в общем заняться вам для этого должен бесплатно идти не хочу что пациент предварительно на ресепшни сказали от 80 рублей удаление зуба сложный случай от 180 рублей что возьму с меня я не знаю потом возможно подключение расскажу ну что ж заканчивать услышимся в следующем случае немножечко скажем так перешагиваю через свой затык начинаю разговаривать ну что ж я пошла попутно покажу вам немножечко площадь красную она остается сзади меня красная площадь сейчас разверну немножко камеру там солнце не управлять слишком уж так получается за смену переверну камеру покажу вам площадь центр все остальное немножечко куда пойдем естественно наша красная площадь там находится центр семья и здоровья центр насколько я понимаю он гомельский на у нас филиал и такой же филиал есть шлобине у нас еще бречется по-моему если он других городах я не знаю здесь мэрия управления ну я так называю дом советов что называется городское управление там милиция основная ну и конечно дома здесь новый микрорайон строится сейчас он конечно же по улицам у нас распределяется со стороны площади площадь пустовато как бы ну типа наверное так должно быть знаю а по ту сторону нас там красивая аллея вот девятиэтажка донышевой там красивая аллея много много-много фото зон и один из самых высоких домов нашего города 16 этажей к слову сказать это единственная 16 этажка в нашем городе а так у нас в основном строится по 9-10 этажей дома как-то так ребята а мне нужно сейчас туда как и говорила покажу вам сейчас обувь которую мы купили в кадре вы увидите одну коробку скажу сразу сапоги высокие я себе так и не купила не подошли по размеру и по модели да покажу то что взяли это начну со своей пары 36 размер полусапожки выглядят они вот так с довязанными сейчас я достану из коробки пошуршу немножко вот надо было сразу не достать я не сообразила но я думаю у меня за это шел шорох немножечко извините коробка обычная стандартная сейчас мы ее уберем повторюсь полусапожки невысокие они идут в пол выглядит вот так довязан можно поднимать вверх вот так будут выглядеть можно надевать так можно надевать так вот такие вот сверху довязан повыше можно заворачивать как вот в этом наверное не по не помещается в кадр сейчас немножко вот так сделаю подниму вас немножечко и вот один выглядит вот так сапожек второй выглядит вот так то есть можно сделать так можно сделать так смотря под какую куртку они будут носиться несмотря на то что каблук есть такой увесистый но и подошва сама тоже они очень удобные я когда мерила я прошлась по магазину походила там и там можно было довольно удобно получается не так немножко завернула в общем так такая вот штукенция стоили они по моему что-то в делах 118 120 рублей вот да вот цена 118 рублей 13 копеек 36 размер замша и сейчас покажу дочкины так я их достала из коробки чтобы уже не шуршать в кадре вот так вот в ладни выглядят взяли такие спортивного стиля мы вязали осеннюю куртку спортивную такой теплую да вы наверное увидите этот обзор уже в следующем видео в следующем будет обзор с вал борис брали куртку на вал борис осеннюю теплённую неплохая довольно таки и именно под эту куртку мы вязали ей такие вот ботиночки они невысокие вот именно как раз таки под ту куртку осеннюю будет самое то и будет очень хорошо смотреться повторюсь обзор уже на куртке вы увидите следующим возможно вы тоже как и мы находились в поиске теплой одежды поэтому будет иметь место вы сейчас осень как раз таки 35 но здесь цена не стоит они что-то стоили в пределах 8 10 рублей что такой 35 размер вот так они выглядят и сейчас покажу вторую пару и вторая пара ботинок выглядит вот так они немножечко повыше и сверху тоже есть довязок вот такие поднесу вам поближе вот так вот это выглядит здесь пряжка она обманка с почком ее можно как снять так и оставить шнуровка и замок тоже размер 300 что-то порядка 100 рублей в общем за все три пары обуви мы отдали 310 белорусских рублей за 3 пара за две дочкиных и за так вот выглядит довольно неплохо подошва смотрите проклеенной прошита вот надеюсь вам видно обработана довольно хорошо сама подошва тракторная даже если в легкие будут заморозки она не будет скользить дочь сказала ей удобно всю эту обувь да все модельки вы можете найти на сайте самого магазина до и заказать сделать форме заказ на сайте либо в приложении с доставкой удобный для вас магазин ближайший например для вас что тоже удобно такие вот дела ребята что ж ребят наш с вами день следующий я дать на площади иду с центра брака и семьи хотела сказать а нет семья и здоровье филиал сейчас ставлю вам поближе кадр как он выглядит вот так вот выглядит сам центр филиал отдыха о семья и здоровье в городе слаборске работает даже выходные с 8 утра до 6 вечера в будни до 8 вечера чего ходила-то правда продолжаю заниматься собой была окулиста на приеме немножечко резали глаза и ну и соответственно падает зрение с возрастом весьма а сейчас мне нужно немножечко на скамейку присесть когда нибудь посететь потому что закапали капли немножко иду еще раз упала резко за зрение в общем выписали капли выписали две пара очков я не филолог правило правильно не знаю не буду от размусоливать всякую разную тему по поводу очков нужно будет здесь заехать в оптику сейчас перечислить завтра зарабатывать заеду скажу в общем описала капли отрезы в глазах было подозрение на аллергию но скорее всего что нет но вот если действие капли не поможет тогда уже будем смотреть дальше по обстоятельствам надеюсь что это не аллергия и не все остальное что может быть связано есть немножко небольшая большой астегматизм в глазах но но на зрение он практически не влияет астегматика ванна совсем небольшая незначительная в общем где-нибудь посижу немножко и пойду дальше хочу зайти в магазин посмотреть опять же таки верхнюю надежду обувь сапоги я так и не купила в прошлый раз так мы сейчас сядем где-нибудь присядем с вами поболтаем в общем присела немножко передохнуть сейчас подействует капли зрение восстановится имеется ввиду резкость в зрении восстановится и я пойду дальше еще договорила по поводу зрения да что касаемо повторного приема врач сказала что нужно будет показаться если действие капли не поможет тогда будет искать другую причину зуда в глазах ну и если вдруг я захочу поменять очки на другие то тогда тоже а так в принципе прием через год выписала пкачку очки две парки рассказала на если а потом у меня желание поменять очки то можно будет выписаться два в одном и для близи и для далее поскольку я сейчас не вижу ни туда не туда по-хорошему да они в дальнем близи именно очки две пары но не больше нужны для работы но а вдаль очки для далее если вдруг будет садиться за руль да у меня есть права и меня справа на трудоустройство права имеется ввиду и не хочется их терять потому что в прошлом году мне уже с трудом подписали медицинскую комиссию водительскую с криками и спорами со скандалами как говорится наша поликлиника врачи нашей городской поликлинике бесплатной заниматься этим абсолютно не сколько не обращалась каждый год проходила медкомиссию и рабочими и водительскую и всегда у них один и тот же вопрос у вас жалобы если вы есть начинаю рассказывать что карт возьмите на талончик придите на прием когда я куда пришла свои же деньги прихожу не на прием а так не могу бежать получается почему такие вот дела ребят бесплатные бюджетные клиники заниматься этим вообще не хотят и не будут поэтому и приходится иногда ходить по платным центрам благо мне еще страховка да была отдела вот по страховке на прием оплатила прием страховая компания препарат наверно оплатит тоже страховая по страховой карте поэтому как-то так пока дела обстоят так что же касается вот было в прошлый раз говорила про центр 100 марус допаде на удаление до удалила один который сломала под корень что касается оплаты оплатила 95 белорусских рублей и тоже опять же таки бесплатная наша медицина сейчас расскажу где немножко пройдет не могу разговаривать на отдел оказалось что у меня еще один осколок сидит когда-то относительно много лет назад тоже сломала зуб у меня дальний был стать вот как мне его удаляли ну и конечно же ключевое слово будет вроде как удаляли сейчас расскажу почему это вообще цирк с конями или скота немножко хотите понимается сделали мне как ты полностью зубов как есть полнорамный сынок для чего делали я записана на восьмое число к протезистам здесь центре стомарусе стоматологическом снимок это по-любому и нужен будет да направили вот при удалении руки рука отправляла тоже делать снимки данные и снимок показал что здесь на дальнем зубе у меня застрявший осколок представляете не его нужно будет удалять как они это будут делать я пока не знаю записываться сейчас тоже по пути зайду запишусь на удаление на повторное на восьмое записано протезистом уже здесь буду решать это просто как они будут удалять скорее всего что будут надрезать сну потому что по-другому его там уже будет не достать потому что за столько лет он уже затянулся этот осколок как бы не беспокоило с нами ста периодически воспаляться я не могла понять почему здесь нашли причину оказывается у меня там здесь нет осколок осталось и он же нам будет удалять перед тем как не аппетитировать вот такие вот дела и да сейчас воспалилась воспалились два зуба болят внизу ну как болят периодически допускает позвонила тоже в центр сюда же стомарус по острой боли у них приема нет вот прям сегодня прямо сейчас мы спасали на четвертое число на 4 октября пойду лечить после работы заеду и опять же таки скажет скажется что можно сходить в городскую поликлинику по острой боли залечить да конечно можно можно даже по страховке помоги да одно лечение привет приятельница пошла здоровалась в общем на чем я остановилась можно поехать в госполи клинику залечить на платной основе даже по моей страховке именно тут не только по острой боли все это можно конечно но я вот сейчас сижу и думаю на хрена мне это надо если они тогда не тогда осколок весну с не оставили а то не факт что мне сейчас уже говорила что у меня госполи клиники испоганили половину рта что мне сейчас придется бухать втюхать кучу денег чтобы это все восстановить после бесплатной нашей медицины именно стоматологической и сейчас подумаю что ехать туда обратно в госполи клинику стоматологии это ребят это просто жопа лучше я пью до 4 числа уже подожду досталось то совсем ничего но бесплатные госполи клиники стоматологии ребят моей ноги не будет я уже давно туда не хожу и не пойду что еще хотела сказать да да госполи клиника у нас в городе стоматологическая она одна на весь город государственный там есть удаление там есть лечение там есть бесплатно ладно но ребят нет вот что нет то нет после подобных случаев 20 раз подумаешь прежде чем идти вообще заказанием если есть альтернатива вот поэтому как-то так записалась на четвертое число 100 марус на лечение зубов там уже по мере необходимости лечения остальных зубов имеется ввиду врач будет записывать сама лечить как сказали в регистратуре девчонки что там уже по мере необходимости врач которая будет заниматься лечением моих зубов будет записывать уже сама по мере необходимости вот такие вот дела у меня ребята обстоят с зубами и вообще с бесплатной и платной медицины если будут вопросы спрашивается конечно что смогу то расскажу что касаемо цен услуг на стоматологию да а если нужно будет конечно буду их озвучивать буду держать вас в курсе как у меня это все дела обстоят если вам конечно интересно если вам нужна будет информация стоматология в нашем курсе ну вот немножко у меня капли отпустили могу и двигаться дальше я уже повторюсь наверное что касаемо обуви да взяли с дочкой показывала на готове три пары я себе высокие сапоги так и не купила вот хочу до сих пор остается вопрос открытым и остается вопрос открытым с куртками поэтому походы по магазинам будут продолжаться буду выбирать ну и конечно же обзоры покупок буду для вас выпускать я пошла заниматься уже своими делами походами по магазинам не только в общем увидимся и услышимся а у меня на сегодня все пока что хотела вам рассказать подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии подавайте тема которую вы бы хотели обсудить ну а я пошла по магазинам и по своим делам пока пока увидимся и услышимся на сегодняшний день Продолжение следует...